Какая тварь там гудит сигнализации своей под окнами? Проезжай давай, проезжай. Сегодня у нас на повестке дня салями из оленины. Здравствуйте, друзья! Тупой четверг. Сегодня у нас на повестке дня... А, да, в смысле, сегодня у нас... Сегодня у нас канал Завалиедальник. Меня зовут Василий. Если вы впервые на моем канале, то я рад вас приветствовать. Если не впервые, то очень рад вас приветствовать, потому что вы мои, солнце, ради вас все делается. А если не подписаны, то подпишитесь. Чего уж вам... Чего не подписаться-то? Вам не сложно, а мне приятно. Сегодня у нас на повестке дня вот такая штука от мясоперерабатывающей компании Норильский. Мясоперерабатывающий... Мясоперерабатывающий комбинат, простите, какая компания? Норильский. И это салями из оленины. Ну, вообще, салями как бы финская колбаса, насколько я помню. Финская? Финская ли? А может, итальянская? В общем, если она итальянская, то это странно, а если финская, то оленина здесь вполне себе. Кстати, пахнет очень копченым. В составе у нас, значит, оленина, шпик свиной, какой-то подсолнечный, подсолнечная смесь. А, посолочная, не подсолнечная, посолочная смесь. Соль, вода, специи, всякие дела. Короче, чистейший продукт. Почему, кстати, шпик свиной, а не олени? Какая тварь там гудит сигнализацией своей под окнами? Проезжай давай, проезжай, проезжай. Ладно, будем считать, что мы записываем в экстренной, в экстремальной ситуации. Почему шпик-то свиной, а не олени? А потому что олени воняет, шо пи***ец на самом деле. Оленина-то имеет специфический такой запах печени. А уж сало оленя, это очень специфический продукт. Кстати, стоит такая колбаса, это я сам покупал, 768 рублей 11 копеек. То есть не дешевая их хрень-то на самом деле. Давайте разрежем, посмотрим, что внутри. Внутри вот такая вот колбаса. Вполне себе презентабельно выглядящая, вкусно пахнущая. Сыр копченого, конечно, режут тоньше, но мы же дегустируем, потому что нужно оценить полностью вкус. Поэтому пленку сниму. А это так, как я прожил последние два месяца в Норильске, то из оленина состою на 2 трети примерно. Поэтому крика вау, оленина, от меня ждать не стоит. Но это вкусная колбаса. Она мясная, она без примесей. Очень хороший кольцовый продукт. Если вы не живете в Норильске, унижаете оленину каждый день, то вы ее и не купите. Но, в общем, если вам вдруг где-то попадется, вдруг они ее поставляют в другие регионы, это вкусно. Во всяком случае, вы точно не пожалеете, если попробуете. Я еще кусочек с дыр съем. Ну, олень чувствуется. Чувствую, что это не говяйная, не синие, что это именно олень. Для меня главный мир с оленинью в том, что она суховато. Но тут как раз шпик компенсирует. И она не такая вот прям жирная, как бывает обычная колбаса сырокопченая. Там прям сало чувствуется. Ну, она балансирует хорошо. В общем, вот такая колбаска сегодня была. Каждую неделю мы ищем что-нибудь интересное на тупой четверг. Иногда находим очень интересное, иногда получается что-то менее интересное. Что, как решать вам. Подписывайтесь еще раз на канал, ставьте лайки. Вступайте в соцсетях, в соцсети и ставьте спонсорами, если есть желание. Мне на, допустим, колбасу из... из бизона, я не знаю. В общем, всех люблю, кроме некоторых. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok